Авторитетный форен-полисе Нагорного Карабаха больше нет, изменившаяся геополитическая ситуация в регионе продолжает занимать умы мировых политологов и экспертов. В ходе прошлогодней отечественной войны, Азербайджану удалось сломать многолетний статус квои военным путем вернуть свои территории, оккупированные Арменией. За 44 дня удалось сделать то, чего не удавалось сделать пресловутой минской группе ОБСЕ в течение почти 30 лет. О несостоятельности этой организации в своей статье, озаглавленная минская группа бесполезна, The Minsk Group is meaningless, рассуждает сотрудник Канадского института глобальных отношений Роберт М. Катлер. В статье, опубликованной в авторитетном американском журнале Foreign Policy, говорится о том, что мирные усилия ОБСЕ по Нагорному Карабаху устарели и ныне являются бесполезными, в то время как отказ от них может открыть путь к реальному примирению и восстановлению. Представляем нашим читателям полный текст этой интересной статьи. Подобно тому, как генералы из известной поговорки всегда готовятся к прошлой войне, дипломаты часто готовятся к прошлому миру или, по крайней мере, к прошлой мирной инициативе. Обычно они терпят неудачу по той же самой причине, все меняется. То же самое и с Минской группой, созданной Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ в 1990-х годах для проведения мирной конференции по армяно-азербайджанскому Нагорно-Карабахскому конфликту в Минске, отсюда ее название. В течение 30 лет деятельность Минской группы не приносила результатов. Недавняя победа азербайджанских вооруженных сил, в результате чего были освобождены территории от армянской оккупации, оставила МГ без дела. Она, Минская группа, теперь обанкротилась и мертва. Чем раньше ее похоронят, тем скорее можно будет обратить в будущее энергию на достижение настоящего мира и примирения, а не в прошлое, не говоря уже о физическом восстановлении. Население Азербайджана более чем в три раза превышает население Армении, а его воловой внутренний продукт более чем в четыре раза больше. Азербайджан сумел обрести относительную дипломатическую автономию в качестве средней державы, в то время как на мировой арене Армении остается зависимой исключительно от России. Единственная другая политическая и стратегическая поддержка Еревана – это армянская диаспора, хотя и Европейский Союз только что объявил, что предоставит Армении финансовую помощь в размере 3 миллиардов долларов. Армянская диаспора была одним из самых милитаристских элементов в политической жизни Армении на протяжении четверти века, но ее представители живут в других странах и не страдают от последствий политики, проводить которую они побуждают Ереван, как признал Жирайр Липаритян, который был главным советником Тер Петросяна в 1990-х годах. Исход недавней войны в Нагорном Карабахе частично объясняется катастрофическим влиянием позиций армянской диаспоры, которые были Макси. В противном случае, по словам того же Липаритяна, вероятным следствием продолжения мышления, которое привело нас к этой исторической потере, будет то, что война может возобновиться. И мы можем потерять все, что осталось. Со своей стороны, хотелось бы отметить, что сегодня в Азербайджане вопрос о статусе Т.Н. Нагорного Карабаха снят с повестки дня, и дальнейшие спекуляции на эту тему не приведут ни к какому результату.